Здравствуйте, я Иван Захаров, я эксперт в области корпоративных финансов и предприниматель. И в этом видеоуроке я вам расскажу, что такое точка безубыточности и для чего она нужна. Точка безубыточности – это такой баланс доходов и расходов, при котором прибыль равна нулю. Для чего ее нужно знать не только начинающим предпринимателям, но и уже действующим предпринимателям. Предположим, вы начинаете какое-то новое дело, вы определили объем инвестиций и нужно понимать в какой момент, какой объем выручки и затрат у вас будет получаться для того, чтобы вы вышли в ноль и потом уже наращивая выручку, наращивая прибыль, окупили свои затраты. Расчет точки безубыточности делается в бюджете доходов и расходов, чуть позже мы о нем поговорим. Точка безубыточности зависит от нескольких показателей. Разумеется, это выручка. Второй момент – это уровень наценки и маржи. То есть это когда мы получили наценку, вычислили ее в рублях, это называется маржа. Следующий момент – это размер затрат, размер себестоимости произведенной продукции и ее динамика, потому что она может расти и может меняться. Сейчас я приведу достаточно простой пример на выращивание картошки. Достаточно, в общем-то, несложный процесс, но на самом деле там очень много подводных камней. Смотрите, что получается. Вначале мы должны все это дело засеять. То есть у нас еще нет продаж, но мы должны арендовать технику, ну либо починить свою, закупить ГСМ, нанять людей, купить, значит, семенной картофель, все это засеять и, ну, ждать урожая. И мы еще не знаем, какой он будет урожай у нас и какой будет на рынке. Понимаете? Может быть, что на рынке не урожай, а у вас хорошо картошка уродилась, и тогда цены на картофель будут высокие, соответственно, у вас вы наценку можете сделать больше и заработать больше. Естественно, с течением времени картошка продается не сразу, вы ее кладете в овощехранилище, она там какое-то время лежит. И если у вас все правильно сделано, картофель, ну, хороший, он хорошо хранится, его, ну, магазины закупают гораздо, скажем так, лучше, приятнее и готовы платить больше. Потому что картошка качественная, нам хочется кушать вкусный, качественный картофель. У других ваших коллег по цеху он может быть не очень хороший, соответственно, цена на него ниже. И вот здесь получается очень много переменных составляющих, которые мы заранее не знаем. Мы не знаем, какой будет урожай, мы не знаем, как он будет храниться и какая цена вообще будет на рынке, потому что в одной области картофель может быть в одну цену, в другом месте кто-то из предпринимателей решил, так сказать, скинуть свои запасы, вывалил все это дело на рынок, ну, за бесценок условно, и цена пошла вниз все. То есть предприниматели, кто занимается торговлей, естественно, будут брать у него очень много слагаемых. Вот здесь появляется тоже расчет точки безубытности, то есть мы берем статистические данные, сколько в среднем нам стоит засадить этот картофель, сколько мы там с центнеров получаем с гектара, или там с объема, сколько вы засеваете картофеля, и примерно прикидываем, как оно будет расти. То есть какой объем нам нужно продать осенью, какой лучше и по какой цене дать зимой, и самая высокая цена у нас получается будет весна, начало лета, потому что в середине лета уже с юга картофель начинают возить, там сезон начинается раньше, у нас все-таки зона рискованного земледелия. И вот эти перемены позволяют вам примерно понимать, а нужно ли вам, если вы, например, ожидаете, что будет большое производство картофеля, нужно ли вам его много вообще засевать, потому что может быть так сложится, что придется его отдавать либо в ноль, ну, либо вообще в минус, если он, допустим, не очень хорошо хранится ваша картошка. То есть все это такой многофакторный анализ, который позволяет заранее прикидывать и просчитывать. Ну, картошка – это очень простой пример, понятно, что есть и более сложные примеры, но мы должны в бюджете доходов и расходов посчитать, что, например, мы выходим на рынок, у вас какой-то там новый продукт, либо вашу компанию не знают, и вы 3-4 месяца потихонечку торгуете с минимальной наценкой, покупатели вас узнают, поднимаете, поднимаете цену, и, допустим, через полгода вы выходите на нормальный уровень наценки, потом наращиваете выручку, уже наценку не поднимаете, и, допустим, на 9-й месяц вы уже начинаете работать с прибылью. Это все, естественно, отражается в бизнес-плане. Что еще важно знать при расчете и управлении точкой безубыточности? Важно понимать, что есть прямые затраты и есть косвенные затраты, переменные затраты, прошу прощения. Прямые затраты, постоянные затраты – это те затраты, которые не зависят от объема производства. Допустим, вы директор, неважно, сколько вы произвели объем продукции, у вас есть заработная плата, она фиксирована. То же самое у бухгалтера. Большой у вас урожай, маленький у вас урожай – не имеет значения. Аренда здания – это тоже постоянные затраты. Переменные затраты – это затраты, которые меняются в зависимости от объемов производства. То есть это может быть аренда техники, это может быть использование каких-то расходных материалов, горюче-смазочных материалов и так далее. Так вот, от этого зависит правильный расчет себестоимости. Когда вы правильно считаете себестоимость, вы можете очень точно спрогнозировать расчет точки безубыточности, ну, если вы примерно понимаете, по каким ценам будете продавать. Если вы цену себестоимость формируете неправильно, соответственно, вы ошибетесь в расчете точки безубыточности. Это может быть и не критично, если у вас уровень наценки позволяет, ну, вы просто начнете окупаться на месяц или два позже. А может быть так случится, что если вы неправильно рассчитали себестоимость, то и бизнес-то, в общем-то, может быть и нерентабелен, и начинать-то его не стоит. Либо окупаемость настолько длинная, что вам это, как предпринимателю, неинтересно. Этот очень важный момент – понимать, что для вас является постоянными затратами, что переменными. В целом для бизнеса, особенно для начинающего бизнеса, очень важно иметь меньше постоянных издержек и больше переменных. В последствии, когда, ну, скажем так, допустим, вы сейчас арендуете автомобиль, ваш бизнес вырос, и вы понимаете в какой-то момент, что вам уже не так выгодно нанимать, вы покупаете свой автомобиль, у вас есть свой водитель, вам это выгодно. То есть он возит много, и, соответственно, тут должен быть баланс. Но все строится от расчета. Расчет лучше делать в бюджете доходов и расходов. И напоследок еще несколько советов для того, чтобы успешно стартануть либо новый проект, либо открыть бизнес. Исходя из того, что я уже говорил, естественно, лучше брать что-то в аренду, нежели покупать. Потому что если вы покупаете какую-то технику оборудования, вы вкладываете деньги, еще не факт, что они отобьются. Если вы взяли в аренду, что-то не пошло, вы можете поставить на паузу, отказаться от аренды. Ну, либо договориться на каких-то более льготных условиях. Если вы уже купили, все. То же самое с кредитами. Если вы стартуете бизнес, и вам нужны инвестиции, лучше брать длинные деньги. Потому что часто так бывает. Ну, вот я много бизнесов стартовал и консультировал. Очень редко, когда все попадали в бизнес-план. Как правило, это было все длиннее на несколько месяцев, а то и на годы уходили. Поэтому лучше брать длинные деньги, чтобы не переживать. Получилась возможность, отдали раньше. Не получилось, но вы не переживаете, у вас есть время. Под длинными деньгами я понимаю все, что свыше, ну, скажем так, двух лет. Год-два, это пограничная история, может не окупиться. Ну, либо вы должны четко понимать, откуда вы возьмете деньги, чтобы закрыть кредит, чтобы не испортить себе репутацию. То же самое касается персонала. Вообще, человеческие ресурсы самые дорогие. Там и налоги надо платить, много условий. То есть, лучше брать в аренду персонал, так называемый аутстаффинг, либо привлекать услуги сторонних организаций. То есть, это юристы, бухгалтера, какие-то ремонтные работы. Вам, в принципе, могут и поле засеять, и вспахать. Тоже это можно заказать услугу. То есть, ваша задача просто знать технологию и заниматься продажами. Остальное можно отдавать на аутсорс, чтобы не вкладываться. То же самое, арендовать овощехранилище или что. Если можно это сделать, то лучше арендовать. Если вы, конечно, уже опытный предприниматель, и вы понимаете, что у вас точно сложится, вы можете делать затраты инвестиций капитального характера, если вы в этом абсолютно уверены и понимаете, что вы делаете. Следующий момент. Очень важно, когда вы стартуете бизнес, все-таки посчитать не на коленке полпалец потолок, а именно самостоятельно, либо с привлечением специалистов, просчитать и бюджет доходов и расходов, и бюджет движения денежный стресс. Это разные финансовые инструменты. В одном считается прибыль, в другом считается движение денег. Потому что компания может работать в прибыль, но если вам не платят, у вас там кассовые разрывы, то, естественно, бизнес тоже не выживет. Вот такие простые советы, которые на 80% помогут вам сберечь время, нервы и деньги. Я желаю вам успехов в вашем бизнесе.